Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 50-й главе книги пророка Иеремии. 50-я глава весьма велика и главным образом содержит пророчества, которые Иеремии даются об Вавилоне, о Новохудоносоре, его преемниках, о тех самых людях, которые, согласно предыдущим главам, послужили оружием, орудием гнева божьего. Вот эти вавилоняне, которые захватывают, сокрушают, устребляют, грабят и угоняют в плен тех, на кого, как саранчу, навел Господь их нашествие, их царя. И, собственно, здесь есть несколько принципиально важных идей, которые открываются нам в этом самом пророчестве. Во-первых, то, что им вавилон тоже не устоит. То, что Бог использует его как свое орудие, не его заслуга. И в этом нет ничего особо сакрального. Точно так же по нравственным, главным образом, причинам и вавилон тоже падает под ударами завоевателей. Это, собственно, лейтмотив всей главы. Конечно, для слушателей Иеремии это было чрезвычайно важно, потому что они смотрят на вавилонин, как на сильную руку, взявшую буквально Иерусалим за горло. А Господь говорит им, и они тоже падут. Нет никакой силы, которая могла бы быть сопоставима или могла бы возвеличиться перед лицом Господнем. Вот об этом времени падения вавилона, времени, когда разрушится его величие, и плен Израиля будет возвращен, плен на Израиль. Посмотрите, как удивительно, какие важные вещи говорит Господь. В те дни придут сыновья Израилевы, а не и сыновья Иудины вместе, и будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Вот, собственно, в то время, когда рухнет вавилон, когда преступления Вавилона, преступления против человечности, обратятся на его голову, сыны народа Божьего будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. В последний момент, в каком-то смысле, вспомнят о Боге, обратятся к Нему. И будут спрашивать о пути к Сиону, обращая к Нему лица. Будут говорить, идите, присоединитесь к Господу с Союзом Вечным. Таким образом, пророк свидетельствует, что наступят дни, дни освобождения, день, который будет днем посещения, когда люди о Боге вспомнят, когда люди поймут, что без Бога невозможно жить, когда они сами по доброй воле, если так можно выразиться, по доброй воле чрезвычайных обстоятельств все-таки обратятся к Богу, будут спрашивать о пути к Сиону. Вот люди захотят вернуться к Богу. И это, собственно, чудо на фоне всех тех исторических событий и гибели народов окрестных, о которых говорилось и в предыдущей главе, и в этой. Продолжая, Господь говорит о том, что сыновья Иуда и Израиля будут говорить друг другу, идите, присоединитесь к Господу с Союзом Вечным, который не забудется. Вот для той эпохи идея завета нового, завета другого, не такого, какой был, та идея, которую подробно высказывает пророк Иеремия в 31 главе, эта идея в первую очередь связана с Союзом, или с Заветом Вечным, который не забудется. Кем не забудется? Богом, Бог все помнит. Людьми не забудется. Речь идет о возвращении к Богу в такой Вечный Союз, который невозможно будет забыть с нашей человеческой стороны. О том, что произошло с израильтянами и с иудеями, Господь говорит через пророка, народ мой был как погибшие овцы. Все, которые находили их, пожирали, и притеснители их говорили, что мы их правильно притесняем. Они согрешили перед Господом, перед жилищем правды. Речь идет таким образом о том, что пастыри, может быть, надо сказать, идеологи народа, совратили их с пути, и из-за этого все люди рассеялись. И те, кто грабят и совершают насилие, говорят, а что такого? Они против Бога провинились, значит, все можно. И вот на это все Господь говорит, «Бегите из среды Вавилона, уходите из халдейской земли, потому что Вавилон будет взят. Я приведу на Вавилон сборище великих народов». Для того, чтобы понять эти строки, на самом деле принципиально важна датировка. Если это говорит действительная Иеремия в конце своей жизни, там, в какие-нибудь 580-е годы до Рождества Христова, это одно, это будет тогда удивительным пророчеством о возвращении из Вавилонского плена. Если же это анахронистические тексты, попавшие в состав книги Иеремии позже, в конце пленной эпохи, ну, может быть, чуть по-другому это будет звучать, потому что, в принципе, это выражение про козлов впереди стада овец и уход из халдейской земли, они скорее найдут себе параллели в более поздних текстах, в рассказах о возвращении из плена, а то и даже до некоторой степени в еще более поздних исторических текстах Израиля. Тем не менее, на самом деле, как бы нам к этому не относиться, мы видим здесь то, что Господь призывает свой народ бежать из среды Вавилона. Было ли это вообще безнадежное, отчаянное, удивительное прозрение, невозможное в начале плена, или это все-таки упоминание или призыв к в конце эпохи плена прозвучавшей? Суть дела не меняется. Уходите из среды Вавилона, не будьте посреди этого царства зла, не будьте, вы к нему не прикованы, вы к нему не привязаны, хотя на самом деле в начале Вавилонского завоевания такие прикованные привязаны, но все равно речь идет о какой-то такой, я бы сказал, внутренней независимости. Что же касается Вавилона, Господь говорит, вы веселились, торжествовали, расхитители наследия моего. По-видимому, в глазах пророка и редакторов его книги одним из самых важных, может быть, даже и самым важным преступлением в Вавилоне было разграбление Иерусалимского храма и его утвари и сосудов. Дальше, в следующих главах, мы увидим, как много всего было разграблено и как это было значимо для израильтя. Что из этого будет? А вот что. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Снова. Вон те народы из предыдущих глав, которых угнетает и пленит Вавилон, глядя на них, проходящий, изумится и посвищет. Но и сам Вавилон тоже в какой-то момент падает и проходящий, глядя на него, изумится и посвищет. Вот такими выражениями, такими повторами, в первую очередь, конечно, пророк говорит о том, что вот эта судьба, эта приходящая участь свойственна всем делам человеческим. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. Говорит об этом Державин. Вот, собственно, всякий проходящий увидит, изумится и посвищет. И Господь говорит о Вавилоне, стреляйте, не жалейте стрел, потому что он согрешил против Господа. Это возмездие. Отмщайте ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. И тоже, посмотрите-ка, оказывается, идея, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Идея, не делайте другому того, чего не хотите себе. Она работает в обе стороны. Поэтому пророк говорит здесь, а в Вавилоне, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом, и пусть каждый из народов бежит в землю свою. Есть эти смущающие слова, дочи Вавилония окаянная, блажен, кто разбьет младенца твоя о камень. Ну, кроме того, что это, конечно, поэтическое преувеличение, современные христиане стыдятся, как правило, стесняются таких слов. Им кажется, что не может быть, чтобы прям Господь или народ Божий говорил такие ужасные вещи. Блажен, кто возьмет, разбьет младенца твоя о камень. Да, это, конечно, поэзия, но все-таки работает вот этот принцип. Как он поступал, так и вы поступайте с ними. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Тоже про это же. В наших человеческих конфликтах, драмах, войнах, и тому подобных жестокостях, которые происходят с нами, которые мы друг с другом делаем, во всем этом вот эта обратная сторона принципа «не делай другому того, чего не хочешь себе». И как он поступал с вами, так и вы поступайте с ними. На самом деле, я бы сказал, что до некоторой степени нравственная задача христиан остановиться на этом пути, почувствовать, что это еще не вся правда и справедливость, и ограничивать свое возмездие. Ограничивать, потому что только Богу принадлежит это самое возмездие. возмездие. Тем не менее, вот этот принцип мы видим здесь в явном виде. Израиль рассеянное стадо, потому что Новохудоносор объедал его, кости его сокрушил, и вот теперь я посещу Новохудоносора, говорит Господь, возвращу Израиля напажить его, он будет пастись. Будут искать неправды Израилевой и не будет ее. Господь говорит о том, что по возвращении очищена, очищена будет неправда Иуда и Израиля, потому что Господь их простит, Господь простит их. И дальше снова о Вавилоне, о том, что Вавилон сделается ужасом между народами, говорит Господь, ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Может быть, не быть этого разграбления Иерусалимского храма, и иной могла бы быть участь Вавилона, хотя, конечно, невозможно об этом всерьез говорить, но поскольку это разграбление имело место, вот происходит то, что происходит. Как они взяли сосуды из Иерусалимского храма, так Господь из хранилища своего берет сосуды гнева своего, потому что у Господа Саваофа есть дело в земле халдейской, дело, с которым он должен разобраться, есть задача принести на Вавилонин последствия их святотатства. Горе им пришел день их время посещения. И поэтому пророк говорит о бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на сегодня омщение Господа, омщение за храм его. Вот это самое святотатство, оно не остается безнаказанным. Это не просто так. Видимо, сам по себе этот поступок разграбления свидетельствует о какой-то такой глубокой неправде в человеческих сердцах, которая буквально несовместима с жизнью. И еще раз здесь пророк повторяет, воздайте ему по делам его, как он поступал, так поступите и с ним, потому что он вознесся против Господа, против Святого Израилева. Как он поступал, так и вы поступайте с ним. Ну, вот эта идея справедливого возмездия, она, как правило, тяжела для преступников, потому что если с ними, с Вавилониями, поступать так, как они поступали с остальными народами, то это очень жестоко. Но также трудно это и для тех, кому обращает Бог эти слова, потому что он предлагает некоторую меру, некоторый нравственный принцип, который должен, ну или по крайней мере может измерять это самое воздействие. Но самое главное еще, конечно, это гордыня. Вот я на тебя гордыня, говорит Господь Бог Саваоф. Снова это обращено к Вавилонинам. Дальше Господь говорит о сынах Израилевых, которые в рабстве их крепко держат, не хотят отпустить их, но искупитель их силен Господь Саваоф имя его. Речь идет о Боге как об искупителе в том, вот в каком смысле. И в те времена, и в более позднее, вплоть до практически нового времени, в целом ряде исторических культур, там, где угнанные рабы, пленники и так далее, как, например, на юге России и Крыму, там существовала такая практика собирать деньги или с народа в целом, или с тех, кто остался свободным, или с каких-то состоятельных людей, собирать деньги, чтобы выкупать пленников из рабства. Иудеев из Вавилона русских из Крыма турецкого. Ну, и множество таких примеров можно найти. Собственно, искупитель в данном контексте это тот, кто собрал деньги, вложив, наверное, и свои тоже, а может быть, и только свои, заплатил держателю раба и выкупил его на волю, вернул его на волю. Когда мы говорим о том, что Господь наш искупитель, в первую очередь в библейском контексте именно этот смысл имеется в виду выкуп на свободу. И вот искупителя Господь Саваоф, он разберет дело его и приведет в трепет жителей Вавилона. Вся сила, красота, впечатляющие достоинства вавилонской культуры все это падет под ударами меча, потому что дело убогих халдеям, и это дело дело израильтян, которых он выкупает на свободу. И снова в Вавилоне говорится, так и тут ни один человек не будет жить и сын человеческий не будет останавливаться. Снова пустыня, снова в тех же самых выражениях говорится о дне посещения. И дальше и царь Вавилонский, у которого опустились руки и муки, как женщину, объяли его. таким образом участь Вавилона оказалась такой же, такой же, как и любого другого угнетенного Вавилоном народа. Обращает на себя внимание в самом конце главы слова «Кто подобен мне, кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне?» речь идет о Боге, который действительно над всею землею, над всею землею. Выслушайте определение Господа, которое он постановил о Вавилоне. Вот его намерения. И никто не может противостоять этому. Бог владыка всех народов, Бог владыка всей земли. И вот эти пророчества о всех многочисленных народах, об их в общем одинаковых судьбах, которые реализуются перед лицом Божьим. Это может быть один из способов сообщить читателю о том, что действительно во всей земле один только Господь Саваоф, а все остальные боги народов идолы. Вот эта единственность и всевластие Бога над всей землей одна из очень важных тем этого заключительного раздела книги. не бога не бога не бога Продолжение следует...